Молодой предприниматель Анвар Ходиев планирует открыть во Владикавказе детский центр по робототехнике и завод по переработке молока. Часть нужной суммы у молодого человека есть, но нет земли, где можно все это построить. Анвар уже обращался в городскую администрацию, но тогда ему отказали, сославшись на то, что нет подходящего участка. На этот раз он встретился с мэром города Сергеем Дзантиевым. Мне нужна земля в аренду, которую мы приватизировали. Мы понимаем, что готовы потерять этот земельный участок, если используем не по назначению. Я смотрел цены на землю, но слишком дорого получается. Если город поможет мне выделить для этого, то я с удовольствием потрачу свои деньги, и там во веки веков будет стоять детский центр в робототехнике. Конкретного ответа от городских властей Анвар не получил. Сергей Дзантиев предложил молодому предпринимателю самому найти незанятый участок и прийти с повторным заявлением в администрацию. Сейчас закон позволяет так. Нашел участок, условно говоря, незанятый или как, ты подаешь заявление, и автоматически администрация или орган местного самоуправления должен его, или если нет заявления другого, выделять, или объявить, если второе заявление, тендер. Подобные приемы столичная администрация проводит регулярно. Некоторые встречаются с чиновниками не впервые, а добиться результатов не могут по несколько лет. Например, жильцы дома на проспекте Коста уже пятый год просят построить детскую площадку. Пока безуспешно. Структурные подразделения просто не выполнили указания главы города. Узнав об этом, мэр объявил выговор своим сотрудникам и обещал в ближайшее время выехать на место и разобраться в ситуации. На встрече с жителями Сергею Дзантиеву вручили небольшой подарок. Мэр Владивостока передал ему иллюстрированные издания, в которых запечатлены достопримечательности Владивостока. Памятные подарки Сергей Дзантиев получил из рук ветерана Великой Отечественной войны Александра Багаева. Два города, по-бразильному, Владивосток и Владикавказ, по-прежнему будут дружить. И я надеюсь, что уставок вас пригласит на юбилей города. Я его первого пригласил, сказал, пока не приедешь сюда, я туда не поеду. Установить детскую площадку, разрешить приватизацию нежилого помещения, заасфальтировать придомовую территорию и многие другие просьбы звучали сегодня на приеме граждан у главы администрации. Все просьбы мэр зафиксировал и обещал разобраться в ближайшее время. Анжела Дзасохова, Заурцеов, Осетия ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова